Ребята, всем привет! С вами Кононова Аня. Это мой немаленький заказик. У меня заполнен весь стол. Буду показывать все подряд, рассказывать, почему заказала. А вещи, которые заказаны на повтор, обязательно буду говорить очень кратко. Итак, новинки седьмого каталога 2021 года, который будет действовать с 03.05 по 23.05. Аква Дипортофина. Это наша коллекция. Ох, ну сколь фигурка хороша! Итак, поехали те с вами. Значит, коллекция представлена тут такая разношерстная, очень интересная. Новинки я получила прям сегодня, 23.04. Мы приехали в 9 утра и с поезда домой приехали, покушали и сразу поехали за новиночками. То есть, таким вот образом. Итак, первое, что я вам представлю, это тушь для ресниц Ривьера. Стоит 400 рублей. Показано, что это тушь нового поколения. Идет в такой вот красивой очень коробочке. Коробочка переливается прям супер-супер. Значит, упаковочка такая простая, обычная, яркая, хорошенькая. Значит, тушь нового поколения. Что нового? Она не содержит воск. Это делает ее текстуру особенно легкой. А специальные полимеры создают эффект глянцевых ресниц. Далее, она дарит потрясающе удлиненные и разделенные без комочков реснички. Содержит ухаживающий комплекс из цветка Хои. И артикул 5821 цвет черный. Да, такая вот интересная. Да, 5821. Ну что ж, давайте будем ее разглядывать поближе. Да, такой вот футлярчик. Давайте открывать. Такая вот кисточка, да, по сравнению с моим пальцем. Очень даже такая немаленькая. Набирается хорошо. Такая, знаете, она влажноватая. Чуть-чуть на кончике. Ну, в принципе, это нормально. Так, буду смотреться в зеркало, а вы смотрите на меня. То есть, туши много на кисточку не набирается. То есть, вот, пожалуйста, три взмаха. Вот такая вот разница. Значит, можно вот тут вот это вот размазать. Вот это вот дело. Это я недавно увидела у блогера. И еще пока вздрагиваю немножко. И растягивать, чтобы был такой эффект, может быть, подводочки, да. Давайте растягивать. Удлинение есть. Я бы сказала, что второй раз макаю. Удлинение на пятерочку. На четверочку, вернее. Прошу прощения, заговариваюсь. Разделяет действительно хорошо. Все вроде бы нормально. Ну, такое. Хорошая, нормальная тушь. Потом буду с ней делать макияж, когда на весь день, ребята. Так как тушь я получила сегодня и крашусь ей всего лишь второй раз. Могу сказать, что смывается она как обычная. То есть, не катышками, да. Вот как, допустим, тушь Click & Go. Да, вы знаете, что она такими катышками уже смывается. Я вам ее показывала. Это немножко по-другому. Так, так, так. Ну, я бы не сказала, что прям супер-супер объем. Да, удлинение есть. Какое-то вот даже моделирование есть, да, видите. Тушь так это встает. Ставит реснички повыше. Конечно же, я чуть-чуть ляпнула. Но с новой тушью не так и просто, когда каждый раз, каждый каталог кисточка новенькая. Ну, такое, да. Нормальная тушь. Не могу сказать, что я супер в восторге. Но и не могу сказать, что она какая-то не такая. Она какая-то плохая. Там еще что-то. Обычная тушь. Да, чувствуется, что как будто бы на глазу она такая легкая, приятная. Очень даже хорошенькая. Наслаивание, да, слой на слой. После того, как слой высохнет, я вам тоже покажу. Мне понравилось наслаивание. То есть тоже никаких комочков нет. Нужно еще смотреть, как будет весь день. Как будут с ней глаза. Ну, вот пока я вам разницу показала. Да, между ресничками давайте еще вот так. То есть вот и вот. Ну, хорошо. Мои лично нормально так удлиняет. Ну, я не могу сказать, что она чем-то отличается от других тушей, что она там какая-то супер-бупер крутая. Нет, это обычно хорошая такая нормальная тушь. Такая средняя, я бы сказала. Прям вот. Она не ультра-черная. Такая вот обычная. Много вы ей не наслоите слой на слой, потому что... Ну, я специально еще, да, как вы видите, подкрашиваю. Слой на слой. Нужно ждать, чтобы она высохла. Иначе слой стирается, слой смывается. Вот. Да. То есть подождете, когда высохнет. И потом второй слой можно наносить. Это я уже тестировала сегодня днем, прежде чем мыться. Ну, в принципе, нормальная тушь. Да. Можно заказать. Не скажу, что разочаруетесь. Никаких разочарований. Никакого такого вот удивления. Высыхает быстро. Реснички не повяли. Да. Ну, буквально вот 10 минут прошло. Я подождала, пока она высохнет. Реснички не повяли. Ничего. Да. То есть тушь, как будто вот как вы их поставите, они так у вас и будут стоять. Смывается тоже обычным замачиванием. Не оставляет никаких следов. Да. То есть вот так вот смывается она. И все, в принципе, очень даже комфортно. Да. Комфортно. И, можно сказать, пару ватных дисков или капелька умывающего средства. Кстати, вот это вот средство вербена. Какая-то девушка, не помню имя на ютубе, мне в комментариях написала, что средство ужасное. Не знаю, что в нем ужасного. Как вам, ребята, это средство? Я им пользуюсь уже не первый год. Даже не знаю, почему оно ужасное. Мне оно нравится. И причем оно как будто бы даже и ухаживает, смягчает. В принципе, неплохо. Вот 0831. Ну, то есть вот. Смывается. Следующая у нас с вами на очереди бронзер и хайлайтер. Тоже Аква Дип Портофина. Прям хвалит, что невесомая текстура сливается с кожей, создает эффект деликатного внутреннего свечения. Запеченный хайлайтер. Значит, мы его наносим со скол и растушевываем по направлению к вискам. Затем на спинку носа и на галочку над верхней губой. Вот. А запеченный бронзер, так как он у нас тоже с вами идет сияющий. Да. Вот они такие вот красавчики. Так как он идет сияющий, чуть потемнее, мы наносим легкими движениями в форме цифры 3, двигаясь от висков к скулам, а дальше вдоль линии подбородка. Вот. Цены 749 рублей. Кто делает 50 баллов, у того 26% скидки. Не забывайте. А также нам обещают, что мельчайшие золотые частички бронзера отражают солнечный свет и придают коже смуглый оттенок. Итак, ну давайте начнем с бронзера. Запеченный бронзер 6557, 3,5 грамма. Формула Made in Italy. Срок годности. Так, тут ничего не сделалось. Да, 12 месяцев открытой баночки. Ну что ж, будем с вами смотреть. Вот такой вот он приходит. Давайте я вам его увеличу. Прямо сильно-сильно. То есть он реально такой запеченный. Да, очень сильно блестящий. Это я на руку, да, наношу. То есть вот такой вот оттеночек. То есть очень сильно так это переливается. И на мой взгляд такой, ну, рожеватый он что ли, светло-коричневый. Как-то вот так его можно назвать. Ага, значит бронзер. Ну давайте будем пробовать. Так, давайте добавим свет. Значит набираем. Да, на светон вообще такой светлый кажется. То есть вот мы его набрали. И поехали с вами. Вот таким вот образом. Простуда у меня проходит. Я все смеюсь, как вы меня интересно поняли. Ну что ж, троечка, так троечка рисует. Можно еще добавить. Ну да, вот тут вот линию можно убрать, да, подбородочек, чтобы получше смотрелось. Это мне девушка в Москве вот так вот делала. Так, дайте-ка я посмотрю. Кстати, на камеру меньше видно. Не знаю почему. На самом деле рисунок уже такой увесистый. Да, видите, пусто. Не пусто. Закрылась шторы. Сразу стало лучше видно. Ну, вживую вообще. Да, вживую хорошо видно. Ну что ж, давайте второй раз. То есть тут, я так понимаю, надо посильнее. Ну, конечно, вот эта кисточка, это просто бомба. Мне она так понравилась. Ей даже ничего тушевать не нужно. Просто наносите. Она уже там сама разберется. Это для тех, кто не умеет тушевать, растушевывать. Это просто вот великолепно. Наношу, ребят, на голое лицо. Почему на голое? Ну, чтобы посмотреть, как оно будет смотреться при контуринге. Потому что сейчас тут еще можно вот так вот такие вот полосочки нарисовать. Кому хочется удлинить шею и подрастушевать, получается. И еще можно вот на, может быть, вот так нанести, кому хочется, да, чтобы прям все сочеталось. Прям, чтобы все было здорово. Ну, да, он, конечно, поблескивает, но не так вот прям сильно-сильно, да. Но, как вы видите, переливается. Его можно увидеть в клавасе, не обращайте внимания. Я только с дороги. Ну, мне нравится этот эффект, потому что сияние такое еле-еле, и оно такое благородное, оно такое приятное. Я довольна, да, мне нравится. Так, сейчас давайте нанесем. А, кстати, это кисть Кабуки от компании Фаберлик. Не показала, да, чем наношу. Ну, просто идеально ей наносится. Хочется еще несколько штучек таких вот заказать, поставить, чтобы они всегда были рядышком. Так, хайлайтер, да. Значит, я его вам не показала на руке. Давайте вот таким образом нанесу. Ну, то есть он такой вот прям блестючка. Ну, еще потом увеличу. Да, хайлайтер мы с вами наносим на носик. Верхняя губа можно нанести, да. Вот эти вот места. Кисточка не Фаберлик. Не знаю, какую взяла. Валерия какая-то. Блитуаль покупала, когда еще в компании кисточек не хватало. Она такая грубоватенькая. Угу. Ну, то есть это не такой вот обычный хайлайтер, который можно куче не наносить. То есть он прям блестюнчик. Прям такой, знаете, золотистый блестюнчик. Его хочется растушевать. Очень жалко, что на камеру не очень-то хорошо видно. Я вижу, что плохо видно на камеру. Но для меня прям толстый слой. Вот ярковато. И он такой желтенький хайлайтер, да. То есть желтоватый. Ну, вот так вот без пудры. Носики тоже как будто, знаете, смотрится так интересно. Как будто он немножечко еще лицо получается подкрашивает. Мне кажется, да, хорош, хорош, прикольный он очень. Его можно, в принципе, даже для теней использовать. Давайте попробуем. У меня вот вечно заканчиваются, да, светлые тени. Как подложка, да. Можно попробовать на лицо. Я думаю, тоже будет смотреться великолепно. Хорошо. Да. И выравнивает, и подсушивает. Ну, как бы так. Здорово, да. Еще раз покажу вам его вблизи, да. Чтобы прям близко-близко, чтобы вам было видно, да. То есть хайлайтер вот. То есть мы его набираем. Он такой вот, да, видите, набирается хорошо. И наносим. Он такой вот светлый. То есть он не беленький. Вот давайте с вами сравним хайлайтер от Glantin из нашей известной палеточки и хайлайтер Di Portofino, чтобы вы понимали, что вот он немножечко такой слегка с желта. Да, то есть вот Glantin Portofino. То есть вот слегка-слегка, чуть-чуть-чуть-чуть. То есть вот я так вот нанесу. Да, вот разница есть. Получается вот такая вот разница. Чтобы вот было с чем сравнить, у кого вот эта вот, получается, палетка была. Далее пауза на новинки наши. Не состыковали время, когда наводить. Я думаю, что пока они тепленькие. Я их буду пробовать сейчас. Итак, первая новинка. Да, вы видите все цвета. Идет вот такая. Вот 98 калорий в одной порции. Понятно, что мы его пьем без молока. Это перекус. Это супы, да. Концентрат пищевой, Faberlic Wellness. Сухой белковый суп со вкусом горуховый с копченостями. Тут огромный спектр витаминов. Просто витамин С, не ацин, Е, пантотеновая, В6, В1, В2, фолиевая кислота, биотин, В12, калий, кальций, фосфор, магний, цинк, кремний, железо, йод, селен, хрома, пекалинат. Вот состав тут тоже давайте я вам его прям покажу поближе, так как это новинка. Я думаю, вы захотите поставить на паузу, почитать состав. Также в составе идут пищевые волокна, биотин, пребиотик, комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, мальтодекстрин, лицетин, что очень важно для нашей жизни и комплекс из трех белков. Соевый, гороховый и молочный белок. Значит, у нас с вами получается способ применения, как вы видите, не должна быть выше 60 градусов, 30 грамм продукта, то есть один колпачок, там вы увидите не колпачок, а одну мерную ложечку, а развести с 250 миллилитров воды, размешать в шейкере или миксере. Для получения более густой структуры супа добавьте меньше жидкости при разведении. В принципе, все супы с одинаковой аннотацией у нас с вами идут. 15 порций в упаковочке. Получается, вот так вот они выглядят. Давайте прям увеличим, увеличим. То есть вот такие вот они прям хорошенькие. Вот так вот. Сбегала еще за ложечкой. Хочется мне вам прям показать вот эту консистенцию. Везде консистенция одинаковая. То есть они такие вот густенькие все. Это при температуре 60 градусов и они простояли примерно минут, наверное, 10. То есть вот такая вот густенькая, хорошенькая консистенция, видите. Тут и травки, и приправочки, что только нет. Ну что, я попробовала. Лично для меня этот суп нормальный. В нем есть легкая такая, еле заметная, невесомая такая вот остриночка. Сейчас еще дам попробовать мужу. Антон говорит, отдает суп им из пакета. Ну а вообще, как тебе вкус? Ну вкус такой вкусненький. Вкусненький? Если честно, можно пить его или кушать. Соль, острота, вот мы прям навели ровно-ровно. Ну, не соленая, но чуть-чуть будет, ну, такой с горчинкой, я бы сказал. Угу. Что еще? Как по приправам? Много, мало? Ну, чуть-чуть островатый. Ну, совсем чуть-чуть, как бы на мой вкус. А так, в принципе, приправы в норме. Ну, вот как ты думаешь, поехали мы куда-нибудь. И вот нам, допустим, в поезде захотелось покушать вечером, да, собрались, приехали. Вот ты бы стал такой суп пить, вместо того, чтобы там сходить в вагон-ресторан. Да. Да, и я считаю, что это низкокалорийно и вкусно, ребят. Вот действительно, оно нам заменит. Легко можно взять это с собой. Следующий у нас идет куриный зеленью. Он более такой ярковато-желтоватый. Тоже такой густой. Вот я бы на свое усмотрение навела бы его чуть-чуть пожиже, нежели норма, да. То есть хочется немножечко, да, не такой, чтобы он густой был. А так, в принципе, сейчас будем пробовать. Так, Антон сказал, что он горчит меньше. Вот его состав. Что еще скажешь? Ну, такой приятный вкус, нежный. Вообще не острый, нежненький такой, хорошенький. Ну, это мой супчик. Антохе, наверное, первый больше понравился, да? Ну, как сказать, этот, нет, это получше. Получше, да? Вот, витамины тоже самое, все тоже самое, мои дорогие, да. То есть, ну, мне кажется, да. У меня зашли эти супы. То есть этот более такой остренький, который идет с, так, с копченостями гороховый. А этот менее такой остренький, да. Ну, и последний супчик у нас. Тут прям перчик нарисован. Так как у меня аллергия на болгарский перец, на паприку, на весь, я не буду его пить. Но спрошу у Антона. Это средизерноморский с креветками. Я его очень-очень ждала, но вот нарисован перец. Давайте посмотрим, что у нас тут идет в составе. Да, такой вот состав. В общем, я, ребят, не вижу тут. Семена, так, морковь, сок, укурузный крахмал. Так, петрушка, так, молотая, куркума молотая, регулятор кислотности, железо, так, диоксидовый, йод, пантетеновая кислота, B6, B1, B2, но это все уже тут витамины. В общем-то, я в составе не вижу, если честно, то, что тут нарисован, ну, то, что перец в составе входит. То есть, мне, честно, не видно, да. Вот наполнитель сухой овощной морковь, чиничные волокна. Как будто бы, как будто бы нет. Но тут он нарисован. Это перчик, по-моему, да? Ну, болгарский. Да, он, кстати, очень остренький, я чуть-чуть глотнула, у меня горит в горле. Правда, есть привкусы чесночка и остроты и так далее. Помните, кто у нас уже давно с компанией Фаберлик, 2015 год, 16 еще, наверное. Антон, как тебе суп? Антон, побежал. Ну, я бы сказал, куриный мне в душе больше, чем острый. То есть, вот эти вот два мы съедим нормально, но больше заказывать не будем. А вот этот будем заказывать на постоянной основе куриный. Этот самый-самый острый, ребята, который Средиземноморский. Вот, и что хочется сказать, 2015-16 года, где-то так примерно, у нас были пакетики с супами. Вот там суп был вкусный, реально вкусный. Этот же для меня лично, он через Чуростроват, если бы было поменьше остринки, он вкусный очень. Но это не для меня, к сожалению. Вот эти два нормально. Этот будет у меня фаворит, получается. Далее давайте с вами посмотрим. Значит, бронзан для лица Люси, Люси. Мне и хайлайтер для лица жидкий мне пока что вот недоступны. Помады мы с вами позже вернемся. Вот они там стоят. И почему позже? Потому что мне вначале хочется показать вам, как вообще проявляются очень интересные блески. Пока я буду тестировать вот эту вот новую тушь. Я ее тоже заказала, тоже взяла. Пуш-ап маскара. Значит, нам обещают, получается, это тушь для ресниц. Пуш-ап 5819 артикул. Цвет черный. Фибровая щеточка приподнимает ресницы, великолепно подтручивает и удлиняет их, создавая эффект пуш-ап. Очень, кстати, интересно. Увеличение объема ресниц на 140 градусов прям, да. Это вот эта вот тушь. Я уже читаю, я уже читаю вот эту тушь. Вот эта револьюм, насколько я помню, она мне действительно очень нравится. Вот эта тушь мне понравилась больше, чем аква-ди-портофина. Все-таки аква-ди-портофина мне показалось, что более такой может быть натуральный финиш получается, да. А тут уже действительно ресничку к ресничке можно расставить и очень даже красиво-красиво получается. Значит, такая вот тушь, да, такая вот щеточка. Очень такая интересная, куча-куча мелких щетинок. Эти мелкие щетинки, они такие мягкие, интересные очень. Ну и давайте будем, конечно же, пробовать. Закручиваю, раскручиваю и поехали. Скажу вам честно, мне эта тушь действительно понравилась больше. Если там нормально, ну сойдет, ну и скрашу, то это мне понравилось, да. А мне вообще редко какие-либо туши вот прям вот так сильно нравятся. Как, ой, закрыла, да, извиняюсь. Как, прям, прям вау. Вот эта тушь для меня прям вау, потому что она хорошо моделирует, хорошо разделяет. Она наслаивается, она не комкуется. Она делает клевые-клевые такие вот реснички, пушистенькие такие вот, хорошенькие. Видите, удлинение уже пошло. Великолепно. Я тут зеркало держу. Вон зеркало не фокусирует, да. А мне надо, чтобы меня люди видели. Да, и то есть, чем больше вы красите, тем больше и длиннее можно сделать ресницы. И они уже не зацепляются, как зацеплялись предыдущие, да. То есть, если вы предыдущие хотите наслоить, удлинить, то она их как бы обрывала. А тут, видите, она их прям расставляет по местам. И вот это вот для меня лично, это очень ценно, когда быстро, красиво, разделенно и длина такая, какая нужна вам. То есть, это я, не макая второй раз, уже сделала такой вот эффект, ребят. Я думаю, что вы уже видите. И причем реснички получаются, да, такие длинные и пушистые. Разница глобальная, да, вот мои вот накрашенные. Эта тушь мне понравилась. То, что я ляпаю, не обращайте внимания, я из-за этого много лет вообще стеснялась снимать видео, что я ляпаю тушью века, когда кисточка новенькая. То есть, мне надо 2-3 раза, чтобы приноровиться к новенькой кисточке, чтобы потом у меня все шло прямо на идеальнейшее. Вот, наслаивается она тоже хорошо, я ее тоже уже раз попробовала. То есть, вот такая вот хорошенькая тушь. Вот, если ее макнуть еще раз, я даже боюсь представить, что получится. Конечно же, камера все великолепие, прям вообще все при все. Она не передает, но попробуем. Я сейчас стала длиннее и вроде бы как мне лапки паукариваю. Тут, конечно, в уголочке хочется прокрасить получше. Ну, в общем-то, да, получается реально такой шикарный веер. То есть, если вот так приложить, да, одинаково. Ну, в общем, без комментариев, сами все видите. Давайте, если подальше, да, сразу видно, глазик раскрывается. Все хорошо. Блески Дипортофина в таких коробочках пришли. Один блеск у нас с вами идут блики розового, а второй розовая лагуна. Итак, значит, берем 46545. Вот, значит, вот такой вот он. И он вроде бы бесцветный, ребят, но он сейчас начнет очень хорошо набирать цвет. И будет более таким уже прям ярким, ярким. И он проявляется на губах, но мицеллярной водой можно смыть. И второй оттеночек 46544. Вот он такой. Ну, то есть, его практически не видно. Я думала, это обычный блеск. Но смотрите, насколько он вообще ярче становится. Я его еще потолще нанесла. То есть, и они со временем превращаются во что-то более яркое, 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 яркое. И потом совсем яркие становятся. Понятно, что на губах то же самое, ребят, да. То есть, берем розовенький. Накрасили. Специально оставлю верхнюю губу. И видите, он начинает проявляться. Вот этот вот нежненький я взяла. И становится ярче, ярче. И когда вы его будете смывать, чуть-чуть слегка пощипывает губки и так далее, и так далее. И он проявляется. Буквально надо, ну, может быть, минуточек 10. То же самое вот с этим, таким вот синим. Так, значит, артикул получается 46,544. Видите, да? То есть, он на руке стал ярче намного. Хотя изначально он был бесцветный. Вспомним с вами. Вот он был бесцветный изначально. И потом он начал уже превращаться в какой-либо цвет. Интересно. То есть, я его нанесу наверх. То есть, вы видите, оно проявилось. Оно стало ярче. И сейчас также и верхняя губа будет расцветать. То есть, получается, чем толще слой, тем светлее губы, что ли. Да? Ярче губы. И потом, когда вы все это будете стирать, буквально минут через 10, да, то вы заметите, что он немножечко розовенький, и губы стали розовые. То есть, он набирает пигмент, и вы как будто бы остаетесь накрашенными губами. Это очень такое интересное ощущение. да, то есть, обычная проявляющаяся, можно так сказать, помада. Тут то же самое. Да, заедки немножко покрасила, я думаю. То есть, вот так вот. Когда вы начинаете смывать его мицеллярной водой, то он смывается полностью. Вот видите, я его вроде бы смыла. То есть, если вы его не будете полностью смывать, то он, ну, как бы, не мицеллярной водой, а просто, да, там, съедите, например, да, за столом, то проблем не будет, он у вас будет постоянно носиться. То есть, на лето такой вот яркий вариант, это, я думаю, очень даже стоило. Сейчас также берем сухой ватный диск, да, то есть, видите, проявилось как хорошо. Смываем, и вот оно в таком вот плане остается. И это уже не размажется у вас. То есть, оно проявилось, осталось на руке, и никуда оно не денется. Абсолютно никуда. То есть, такой вот, прям, хороший такой слой. Но, если вы возьмете мицеллярную воду и начнете смывать, то проблем нет. Я считаю, что это очень-очень удобно, и макияж можно в таком случае менять несколько раз в день. Пока что я довольна. Вот, я довольна прям, да. Далее, помады у нас с вами пошли, да, то есть, все помады идут с таким вот красивым прозрачным колпачком. Закрываются они просто вот, защелкиваются, держатся, да, за счет вот той вот штучки такой. Дальше, там внутри, да, то есть, тоже какая-то вот такая надпись, все двоится, как вы видите, да, ну, симпатичный такой флакончик, я бы сказала, мне очень нравится. Выкручивается она таким вот образом. Цвета подобраны тоже красиво, они не супер-мега яркие, но тоже как будто мне показалось, что они немножко проявляются. Значит, тут написано, гидрогелевая текстура, да, они очень сильно увлажняют, превращаются в легкое сияющее покрытие, и покрытие, это оно похоже очень сильно на высокопигментированный какой-то блеск, и она идет именно увлажняющая. Вот такие коробочки, все помады в таких коробочках, но я их уже как бы убрала подальше. Значит, рассета бриллиант, 3,8 грамма, масло абрикоса, персика, миндаля, кстати, она через чур сладкая, она мне показалась прям сладкой-сладкой. Придают текстуре дополнительный блеск и ухаживают за кожей губ. Стоит 449 рублей. Ну что ж, поехали с вами. Артикул 4343. Взялось у меня, получается, розовые блики. Она такая идет вот в один слой, полупросвечивающая, что ли, в 2, в 3, в 4. Вот такая вот, да, то есть такая вот яркая, но ей вы сильно яркий образ там в 50 слоев не сделаете. То есть сколько бы я не водила, да, получается, она вот, видите, начала из-за того, что она такая вот прям маслянистая, да, то есть она начала уже скатываться. Но я правда тут очень много намазала. Если там в 1, в 2 слой, то такого даже близко нет, да, то есть даже в 3 такого и в 4 нету. А вот если прям много-много, то тут как бы я имела в виду, что цвет не плотный, он идет такой полупрозрачный, что ли. Ну и поехали с вами наносить. Где свет? Наносится легко, просто. Вот, и можно немножко подождать, потому что мое ощущение, что она становится потом слегка ярче, да, то есть вот видите, вот такой вот слой, такой вот оттеночек, и как бы вы толсто не красили, она все равно не становится такой яркой, как вот тут, да. Дальше, значит, что про нее еще написано? Тут идет увлажняющий комплекс, да, больше ничего нет. Про блески. Давайте посмотрим, что написано мне вот интересно про блески. Цвета на губах может отличаться от цвета, представленного в каталоге. Блеск реагирует на индивидуальный PH кожи. Вот, уникальные PH-пигменты и перламутры, Color Trevor для появления эффектного цвета и ультра глянцевого блеска. То есть тут написано, что он проявляется в подмадах, не написано, что проявляется, и срок она, в принципе, нормально уходит. Я просто решила, знаете, подождать действительно, чтобы уже не обмануть. Очень сладкая. Такое чувство, что там один сахар. Нежная такая. Переливается очень хорошо. Видите, как блестит. Да, в один, два и в три слоя. То есть, как бы вам не хотелось сделать ее ярче, ярче вы ее не сделаете. Не тот случай. Но увлажнение просто. И губы не липнут. Абсолютно не липнут. То есть очень комфортно. Следующая 40344. Называется Блики Бордо. Два в три, четыре в десять. Вот такая вот прям влажная. То есть абсолютно другая. Если это холодная, то это уже тепленькая такая помадушка. Может еще вот так вот увеличить. Мы показать ей. Ну, то есть у них очень много блесточек. То есть все они такие вот прям в крапинку получаются. Так, давайте наносить. Обязательно пишите, какой они едят. Я считаю, что мне идет и первый, и второй. Да, вот этот вот. Такое чувство, что хороший, просто такой ухаживающий бальзам. Ребят, я вам заявляю, что впервые в компании Фаберлик я пробую такую прям безумно сладкую помаду. Такое чувство, что там прям сахар. Следующий оттеночек 40359 Блики Фукси. Да, тоже такая вот она просвечивающая. Блики Фукси. То есть она очень похожа вот на эту помаду, только она еще холоднее, нежели вот эта. Такая вот она прям яркая, холодная, да. Мне кажется, она мне тоже подойдет, потому что она не дает такой вот прям твердый-твердый тон, и это круто. Лежит тоже она ровно, как вот по лошади она так и будет лежать хорошо. Видите? Абсолютно не суперяркая, хочется ей даже за контур выехать. Получается, какую бы помаду вы не взяли, все равно она будет вам идти. 40358, это у нас ягодные блики идет. Ну, в каталоге абсолютно непонятно, но я все равно как-то вот по привычке делаю. 40358, вот хочется ее сюда определить, да, то есть это такой более яркий, да, насыщенный вариант, нежели это. Посмотрите, то есть вот тут вот можно посерединке, я думаю, порисовать, чтобы вы сравнили с первой. У них у всех один такой яркий подтон, но она не, ну, как бы более такая, да, розовая, люмисцентная слегка, да, чуть-чуть-чуть-чуть. В один слой она вообще будет смотреться, как блеск у вас. Последний оттенок в этой великолепной пятерочке это 40313 Блики Нюда. То есть она такая вот неженка, очень интересная. Так, давайте вот сюда ее. То есть она не похожа ни на одну помаду, то есть она очень сильно отличается. Мне кажется, что она вот еле-еле заметна на любых губах, да, то есть такая вот прям коричневая. И, кстати, на камеру вот я сейчас вижу чуть-чуть слегка рыжинку, нет, она не с такой вот рыжинкой, она более такая вот помадная, да, более такая, с розовинкой больше, чем с рыжинкой. Поэтому камера врет, но она теплой оттенке у меня всегда таким вот образом, да, получается, передает. Поэтому я думаю, вы уже привыкли, что она у меня вруша-груша. Так, ну что, поехали. Вот этот, да, наносить получается. Там, в один слой, в два. Ните верхнюю губа, нижнюю губу. Практически нету. Нет, ну видно, что на губах что-то есть, но не особо видно, да, то есть, что это помада, да, то есть, не такие яркие, как все. Ну все, с помадами все. Тушь мне очень нравится, ребята. Прямо безумно нравится тушь. Так все разделяет, здорово. И видите, второй глаз еще накрасил. Не могу просто, как классно. Ну все, мои хорошие, я вам сняла, да, основные вот такие вот классные оттеночки помады. Все остальное уже в следующем ролике, потому что этот ролик уже перебор, какой длинный. И хочется еще близко-близко показать вам помады, да, как они лежат. Прямо чтобы вы видели близко, близко, как они лежат, как они блестят, переливаются, да. То есть, вот видите, прямо такой глянцевый у них блеск. Великолепный. Мне понравились они. Все, ждите следующего ролика. Буду рада быть вам полезной. Классная линейка. Мне все нравится. Очень хочется попробовать еще вот это. Действительно хочется. Прям жду-жду-прижду. Причем у них там есть аппликатор Кушон для мягкой растушевки средств. Вот прям хочется испробовать. Лаки тоже уже покажу в следующий раз. Ну и там в основном уже так, совсем чуть-чуть новинок осталось. Так, что хочется сказать вам, ребята. Еще вот это все мне не досталось. Это все випам недоступно. Купальник мне идет, если что, полосатик. Вот, платье недоступно. Рюкзаки я сниму. Красного платья нет, черного нет. В общем, это все только в начале каталога. Сейчас випы смогут заказывать. До следующих встреч в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова